Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики FIBA Group». И с нами сегодня наш коллега, аналитик компании FIBA Group, Мариана Ди Валентина. Мариана, приветствуем вас! Здравствуйте! Что интересного сегодня на рынке, на что посоветуете обратить внимание? Ну, сначала рассмотрим, как вчера ввели определенные себя пары. Повторю, в нашей компании есть аккаунт в Инстаграме. Подожди, сейчас демонстрация рабочего стола, подключу. Так, поделиться. Ага, видим хорошо. Смотрите, в нашей компании есть аккаунт в Инстаграме, где я каждый день рассматриваю пары. На данный момент мы крипту не рассматриваем здесь, именно в Инстаграме. Но валютные пары, так как я работаю и с валютными парами, и с криптой. Смотрите, вчера у меня было несколько входов. Одна, например, там, возьмем ее, там, возьмем ее. Смотрите, пары вот этой, евро ЧСК. Смотрите, очень хорошо отработала пара, потому что, если мы посмотрим... Отключим. Если мы... А, да, это у нас фунт. Кстати, у нас вчера был... Сначала включим. Посмотрим. Так, он включен у нас. Евро Фунт. Смотрите, я боюсь вот этой свечи. У меня был вход на понижение. Если цена доходит к этому уровню, у меня стоп-лосс, как видите, здесь стоял чуть выше. Был, в конце концов, защитил себя, мою позицию. Во втором мы видели здесь, что стахастик был выше зоны перекупленности. И входили на понижение. И рассмотрим ситуацию сейчас, как вы видите, на... Мы входили на понижение, несколько часов мы шли... К тейп-профиту еще не дошли. Будем рассматривать и смотреть, как поведет себя Даша. Но пока мы идем на понижение. Почему понижение? Потому что цена находится... Повторю, это часовой график. Цена находится в нисходящей области. Мы видим, как цена реагирует на эту область. Этот индикатор МАК. Мы видим, здесь появилась дивергенция на понижение. Вот, как вы видите, потому что... Потому что цена здесь, которая на графику, и цена здесь, мы не более на том же самом уровне, хотя Инстаграма МАК... Наоборот, уменьшается. Интерес покупателей уменьшается, и все-таки будем ждать, что идет к нашему тейп-профиту. Точнее, будем ждать, что ордена закроется с тейп-профитом. На понижение. К счастью, другая пара отработала быстрее. Сейчас мы ее рассмотрим. Со вчерашнего анализа, вот смотрите, вот это. Рассмотрим, где цена была. Так. Вот это. Как вы видите, 23 часа назад был сделан тост. У нас стоял здесь достаточно хороший объем. Где я поставил... Цена находится в нисходящей тенденции. И стахастик RCI находится в зоне перекупленности. И я ожидал, что цена и продолжит свой тренд. Точнее, в анализе по тренду, тренд мой друг. Точнее, я смотрю как тренд, смотрю, куда, где цена находится. И если цена находится возле своего сопротивления, тогда я вхожу. Или наоборот, от поддержки я вхожу в ту или иную сторону. Но только тогда по тренду, чтобы по тренду ходить. И если мы переключим, что с парой было, и мы видим, что все-таки, да, цена чуть пошла вверх, чуть пошла вверх, но потом дала хорошие большие свечи на понижение. Ордер мой закрылся с текен в положительную, с текен профитом. Очень рад этой позиции. Это то, что касается валютных пар. Рассмотрим у нас, мы рассматривали вчера, смотрим здесь, у нас был на дневном фунт франк, рассмотрим фунт франк и адский доллар в дневном графике. Так, рассмотрим. Фунт франк. Так, это был дневной график. Ой, минутку. Как вы видите, это дневной график. Цена находится в нисходящей тенденции. Как вы видите, область нисходящая. Мы вчера ее рассматривали, что будет идти на понижение. Мы видим, что стахастик, как и в предыдущих анализах валютных пар, мы видим, что стахастик находится в интересной зоне, ближе к перепроданности. Нисходящая тенденция. Цена идет к уровню своего сопротивления. Если посмотрим, как цена реагировала на вот эту область, нижнюю, уровень поддержки, мы видим, что цена уже несколько раз отталкивалась от этой области. Наконец, цена была... Эта область, которая служила для нас сначала как область поддержки, становится область сопротивления. Мы видим здесь тенденцию на понижение. Мы видим уровень сопротивления достаточно стахастик. Мы ожидаем, что... Точнее, я ожидаю, что цена так и продолжит идти на понижение. Мой таким профит, как вы видите, находится на 1.29. Мой стоп-лос находится, как видно здесь, на 1.29. Мы рассматриваем также валютную пара, канадский доллар-иен. Сейчас рассмотрим канадский доллар-иен. Сегодняшний день, ну, видим, свеча маленькая красная. Ничего страшного, не надо переживать. Мы видим здесь, что мы здесь видим. Это дневной график, как и по фунтубу. Мы видим, что она находится в выходящей. Что мы ожидаем также, что март уменьшается, точнее, повышается, идет к повышению. Вот, поставим стрелочку. Мы видим, что март идет к повышению. Мы видим, что находится в зоне перепроданности. Если перепроданности, плюс у нас здесь достаточно сильный уровень. Вы видите, здесь его тестировало несколько раз. И плюс восходящая тенденция идет на повышение. Ожидаю, что все-таки канадский доллар-иен будет идти на повышение. Вчера, за вчерашний день, цена за вчерашний день, как свеча, она была меньше, выросла. Но, конечно, еще далеко от нашего профита. Точнее, ожидаем, что валютная пара, канадский доллар-иен, пойдет на повышение и закроется с таким профитом не в плюс. Что касается криптомонет. Рассмотрим криптомонеты. Начнем с биткоина-доллара. Биткоин-доллар. Как вы видите, здесь, во-первых, если рассматривать... Если рассматривать на долгий срок, судить биткоин, мы видим здесь, что цена биткоина находится в таком нисходящем туннеле. Ну, это дневной график. Все-таки я ожидаю, что биткоин будет расти. Внизу мы видим достаточно сильный уровень. Вот этот красный, именно интенсивный красный. Видим, что достаточно сильный уровень. Цена к нему касается, отскакивала. Цена мини-боли дошла к нему. На данный момент свеча маленькая. Красная, возможно, что за день и сменится. Но я ожидаю, что биткоин будет расти, как и ранее говорил, в зоне 7045. 7045, что будет биткоин все-таки расти. Потому что, во-первых, очень много, как и ранее говорил, про проекта биткоина. Плюс к тому, что все-таки цена здесь, в этой зоне, достаточно... Потому что, вы видите, два зелененькая, теперь, вот, входящей свечой маленькие, две красные. В конце концов, это говорит о том, что некоторая сила продавцов уменьшается. Точнее, если бы продавцов было бы больше, свечи бы были крупнее и более активными. Они маленькие и неуверенные. Смотреть на индикаторы, что мы видим? Мы видим стахастик RCI в зоне перепроданности. Точнее, ожидается какой-то... буду ожидать разворот. Конечно, я ожидаю разворот по объему. Я жду еще сигнал, что все-таки будет сигнал по объему, изменение в объемах на повышение. Точнее, вложение денег, чтобы изменился объем. И тогда буду входить на повышение. Пока, в данный момент, я рассматриваю ситуацию с точки зрения технической. Точнее, я смотрю, где сейчас цена есть, ее потенциал. На данный момент потенциал на продажу не такие большие потенциалы. Есть больше потенциал на покупку. Однако, я не буду ходить вслепую на покупку. Буду ожидать объем, определенный объем на повышение. Если посмотреть по индикаторам, конечно, здесь можно найти дивергенцию. По-моему, модифицированный МАК, он считывает объемы. Мы видим, что есть определенные дивергенции на повышение. Точнее, все-таки я ожидаю, что биткоин вырастет, потому что есть дивергенции. Мы видим стахастик тоже в перепроданности. Так что, ожидаю сигнал именно по объему. По моему скрипту, который считывает объемы, изъемы за определенный период, я ожидаю сигнал по объемах на дневной свече, пока я его не получил. Так что, буду ожидать. Точнее, биткоин, доллар, дневный график, мне показывает, что все-таки ожидаем импульс на повышение. Ожидаем еще чуть-чуть. Йота, доллар. Йота. Мы ожидаем, как и раньше делали, рассматривали йоту. Ожидаем рост. Ставим еще стрелочка. Ожидаем рост. Я также ожидаю рост. Есть дивергенция по МАКу. Мы видим, что стахастик тоже находится в интересной зоне. В зоне достаточно в перепроданности. Есть у нас уровень. Это, напомню, йота, доллар, дневной график. Есть у нас уровень поддержки. Мы видим, цена сейчас, на данный момент, его тестирует. Этот уровень. Так что буду ожидать рост от йоты. Конечно, здесь также ждем изменения в объемах. Ждем изменения в объемах, что будут покупки. И что мы получим сигнал, что есть вложение денег к покупкам. Есть какой-то интерес к покупкам. На данный момент цена тестирует уровень. Рассмотрим, как она сегодня закроется. Если цена закрывается ниже объема, будем ждать... Сейчас рассмотрим второй объем. Где интересная будет зона отскока. Интересная зона. Мы находимся сейчас, там, где у нас стоит как раз и сейчас цена. Мы находимся в достаточно сильной зоне отскока. Но если цена все-таки пробьет ее, будем отталкиваться от 0.52.17. Этот будет второй наш оскок. Точнее, наши ордера закроем на покупки. И будем отталкиваться тогда на покупку с уровня 0.51.93.82.230. Но я все-таки ожидаю, что будет отскок уровня, который находится в 0.52. Это зеленый. 0.52. Это наш уровень отскока цены. Пока ожидаем. Пока ожидаем. Что мы видим? Мы видим, что МАКТ... Что видно было. Мы видим, здесь МАКТ идет к повышению. Так что мы видим, что РСА Астахастик находится тоже в зоне перепроводки. А сколько? А сколько к уровню 66.20? О повышении ее доллар. Дневной график. Кфир. Кфир доллар. Также это дневной график. Напоминаю, здесь у нас стоит ордер на покупку к зоне 176.55. Стоит нас ордер на покупку. Почему? Потому что, во-первых, здесь кластер Fibonacci. Точнее, первый Fibonacci наложенный. Цена находится возле уровня 3.61. И второй Fibonacci рассчитан с другой изолы наложения. Также находится ближе к нашему 3.61. Чуть ниже сразу мы объедим 2.61.8 в Fibonacci. Это называется классный Fibonacci. Когда два расчета Fibonacci в одной зоне. Точнее, я от этой зоны ожидаю повышения от скопа. Если цена пробивает, пробивает. У меня закрывается мой ордер. И мой ордер на покупку будет от уровня 3.62. Второму Fibonacci в зоне 172.21. Это если цена пробьет сегодняшняя свеча, если пробьет наш Fibonacci, который на уровне 176. Ожидаем, если пробивает, закрываем ордера на покупку и будем отталкиваться от уровня 172.21. Почему? Потому что, смотрите, где цена здесь? Цена идет на понижение. Что мы видим еще? Мы видим здесь дивергенции на повышение. Мы видим, что касаясь объемов по макту, именно по макту касаясь, мы видим, что здесь идет тенденция на повышение. Что мы еще видим? Стохастик RCI также в зоне перепроданности. Технически я ожидаю отскок от уровня. Если будет пробитие, буду тогда отталкиваться от сигнала по объемам на покупке. Повторю. Сейчас закроем. Вот этот. Вот если мы включим мой скрипт. Сейчас. По объему. Мы видим, вот видите, здесь у нас здесь продажи. Мы видим продажи. Большие объемы по продажам. Так что я буду ожидать, когда будет видеть. Вот здесь, когда это гимнография. Когда биткоин падал, это был раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмой день. Эфир рос. Я на этой позиции, вот маленькая свитча зеленая, входил в короткие сделки на повышение. Ну, короткие очень сделки, так как биткоин падал, а эфир обычно его копирует. Точнее, мы видим здесь, был объем. У меня сигнал получается, когда столбец пересекает область, сжечь 20. Он ее касается, я получаю сигнал, что есть вложение денег, есть интерес покупателей. А если есть объем, значит, поведение цены будет идти, где показал объем. Точнее, повышение. Ненадолго время, так как биткоин падал, но будет идти так, что я входил на короткие очень сделки, с маленькими стопами, на повышение. И был хорошо заработал. Пока, как вы видите здесь, на покупку, вот никакой из этих не коснулся. Пока никакой. Я ожидаю, что именно столбец, объем, интерес покупателей даст мне сигнал, что будет или отскок от уровня, или если на пробитие, ну, должен быть какой-то интерес покупателю. На данный момент интерес я не вижу. Я вижу индикаторы, где находятся индикаторы. Я вижу, что МАК показывает дивергенции на повышение. Это очень хорошо, это положительно. Почему? Потому что индикаторы показывают, что будет разворот повышения. Ждем объем, который скажет, я иду на повышение. Ожидаем еще по эфиру. Ожидаем сигнал на повышение. Это называется крипто. Рассмотрим Ripple. Вы видите, здесь тестирует область. Вот сегодняшняя цена, его на... Нет, видно? Ну, ладно. Возле уровня нашей зоны покупок это 0.2552. Голубенькая линия. Это наша область, орден на покупку. Почему? Потому что, во-первых, мы тут видим и Fibonacci, который... Насаждаемая область в 1.4618 очень хорошая зона к покупкам. Да, канал на понижение, как и в биткоине, как и... Ну, если мы рассмотрим длинный срок, да, видим, что идет... Можно так сказать, нисходящая тенденция. Но все-таки я ожидаю отскока от уровня 0.72 на повышение. Повторю, я здесь буду ходить по объемам. Видите, вот как здесь... Мы видим туннель, да, как я... Ну, туннель, область понижения. Что мы видим? Мы видим, что цена подошла к своей точке, как была к точке сопротивления. Вот цена была здесь. Получай... Объем дает сигнал нам, что есть продажи. Есть продажи. Тренд на понижение, объем продажи входил на понижение. Да, у меня ордер закрылся, положительный, плюс. Это все потому, что был у нас сигнал на продажу, но по объему. Входил, конечно, не на бирже, входил именно в нашу компанию, в Fibro Group. Входил на понижение. Ордер закрылся положительно. Кстати, это один из моментов, очень интересный, что именно в компании вы можете работать у нас и на понижение крипты, когда сейчас, как раз, как вы видите, многие тенденции, много разных криптомонет падают. На бирже криптовалют это тяжело сделать. Точнее, можно тоже идти на понижение, но это все намного сложнее. А у нас в компании вы можете это сделать в считанные секунды. Выставляем ордера на продажу и определенный стоп-лосс с таким профитом. Так что именно в нашей компании вы можете торговать на понижение. И это очень интересно. На этом мы покрыли сегодня таких востребованных монет. Можем рассмотреть и монеро, доллар. Мы видим, если посмотреть на свечи, достаточно нисходящая тенденция. У нас были даже сигналы здесь пару дней назад. Было пробитие скользящей 20. Это сильный импульс у нас был на продажу. Мы входили на продажу в нашей компании и хорошо отработал наш сигнал. Наш он закрылся, видите, вот эту область. Закрылся ниже нашей области, как раз где мы ожидали. Ну, на этом... Если говорить по покупке, монеро, ну, пока я их не вижу на покупке. Пока не вижу монеро на покупке. Пробел в достаточно сильной поддержке. Пошел. Низ, и пока я не вижу покупки. Если появится объем, тогда будем рассматривать положение монеро. То, что касается монеро. Вот. Ну, на этом все. Я понял вас. Хорошо, Марианна. Спасибо вам большое за ваш обзор. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.